Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 11 уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Гритбокс, конструктор лендингов для Joomla. Сегодня у нас на очереди оформление подвала. Кто не знает, это не из сайта. Мы его еще не трогали, он у нас еще не оформлен. Если мы посмотрим на сайт пример, здесь у нас дублируется логотип, идут социальные элементы и какие-то ссылки. Ну и цвет блока. Давайте оформим примерно так же. Мы переходим с вами в режим редактирования нашего сайта. Прокручиваем самый низ, подвал у нас уже есть, нам нужно только здесь все изменить. Ну давайте первое, что сделаем, заменим цвет подвалу. Переходим в настройки подвала, background и у нас видно, что заливка background белого цвета. Как правило, он примерно где-то вот такого цвета. Здесь уже на ваше усмотрение. Я сделаю классический вариант подвал. И нажимаем пока save. Дальше меняем логотип. Логотип здесь уже есть. Мы наводим мышь на этот логотип. Заходим в редактирование, имидж опции, select. Мы с вами логотип уже загружали. Он у вас должен, ваш логотип, уже быть на сайте. Выбираем мы его здесь, apply. Так, он у меня очень маленький. Вот здесь мы увеличим его размер. Ну, наверное, оставлю вот так. И save. Давайте добавим социальные элементы. Нажимаю на плюсик. И выбираем инструмент текст. У нас он добавился. Мы его перетаскиваем, чтобы он нашел за логотипом. И заходим в настройки. Удаляем все, что здесь есть. Итак, нам теперь нужно вставить социальные элементы. Зайдем и напишем от руки, например, Facebook, там ВКонтакте. У нас это будет все в столбик отображаться. Чтобы у нас отображался это в одну строчку, нам нужно заключить наши текстовые элементы. Потом этому элементу текстовому каждому вы сможете назначить ссылку. Ну, соответственно, на профиль, да? Если Twitter, ссылка на профиль в Twitter, если вы там есть. Смотрите, нам нужно заключить все текстовые элементы в конструкцию Div. В такую вот конструкцию. Это чтобы все было в одну строчку. Поэтому я копирую часть кода. Вы от руки можете это написать. Переходим в источник. Переходим в HTML режим. И горячими клавишами Ctrl-V вставить. То есть можно, конечно, и так вставить в режиме редактирования. Но я привык уже так это делать. Enter. Чтобы написать снова строчки, вставляем наши текстовые элементы. И Enter. И нужно обязательно закрыть Div. Класс. Таким образом. Дальше. Переходим. Кликаем на источник, чтобы видеть режим редактирования. И это все дело мы делаем цветом. Во-первых, размером побольше. И цвет я сделаю белый. Потому что на сером цвет будет хорошо смотреться. И Apple. И вы видите, у нас все с вами в одну строчку. Опять заходим в режим редактирования. Выделяем. И по центру я забыл сделать. Apple. Ну и соответственно, чтобы эти элементы были с ссылками. Заходите обратно внутрь. Из-за того, что у нас белого цвета. Мы как бы не видим в режиме редактирования его. Не обязательно делать белым. Можно сделать каким-нибудь сереньким цветом. Его все равно будет видно. Давайте посмотрим. Вот видите, все равно это видно. Значит я захожу. Например, на Twitter хотите повесить ссылку. Выделяйте только Twitter. Выбирайте вот такую здесь скрепочку. Это добавить ссылку. Вот в это поле вы вставляете ссылку. Здесь в принципе можно зайти еще в цель. И как открыть эту ссылку. Новое окно. Бланк лучше выбрать. Ну и все в принципе. Здесь можно ничего больше не писать. И нажимаем ок. Правда я на Twitter вешу ВКонтакте. Но это не важно. Я сейчас вам показываю просто как это работает. И Apple. Да, у нас ссылка приобретает вот такой вид. Что касается ссылок. Почему так вот поменял цвет. Потому что у нас в настройках ссылки заданы вот эти вот параметры. Кстати, смотрите. Можно вот так просто выделить элемент. И у нас всплывает вот такая панель редактирования. Где мы можем сразу управлять жирность. Заголовок выставить. Ссылки повесить. Или зайти в редактирование. Вот смотрите. Что касается ссылки. Видите. И текст уменьшился. И цвет изменился. Почему это произошло. Мы заходим в общие настройки. Как раз таки мы с вами еще не рассматривали футер настройки. Перейти в layout. Select. Разбить футер. Например на колонки. Типография переходим. Параграф. У нас у параграфа здесь не задан наш шрифт. Который мы с вами ранее добавляли. Можно также его назначить. Размеры. И вот внизу видите links. Ссылки. Переходим сюда. И вот как раз таки этот цвет. Видите синий. Мы меняем здесь цвет ссылки для футера. Вот я меняю цвет. И сразу видно как он здесь меняется. И при наведении у нас он синий. Нам не нужно синий. Можно сделать просто потемнее. Вот таким образом. Теперь именно для футера. Для подвал сайта. Мы глобальные настройки сейчас с вами изменили. Далее мы нажимаем save. Смотрим на сайте. Подвал в принципе оформили. Здесь уже дальше любые ссылки вы сможете изменить. Что-то написать от себя. Что вам нужно в подвале. И не забываем пройти в глобальные настройки. Перейти в body. Типография. Links. Здесь у нас тоже не сменено. Видите цвет на ссылке. То есть те ссылки которые будут добавляться в тело сайта. Они будут синие. Не забудьте здесь их изменить. Теперь давайте добавим в верхний угол социальные кнопочки. Но это то же самое что внизу. Только внизу у нас в виде текста. А здесь я хочу разместить именно кнопки социальные. Заодно научимся более детально работать с плагином шрифтовых иконок. Смотрите у нас здесь есть два блока. Мы делали помните да этот контейнер. Наводим мышь. Нажимаем плюс. Добавляем icon. Иконочки. И например среди изобилия иконок нам нужна иконка социальная вконтакте. Мы здесь видим наверху над иконками поиск. Мы можем очень быстро найти нужную иконку. Я пишу например VK. И тут же вы видите у нас все отсортировывается. И показана только одна иконка вконтакте. Мы ее выбираем. Видимо она у нас здесь добавилась. Заходим внутрь и видим настройки. Давайте еще я вам покажу как можно работать еще с иконками. Если выбираем icon. Добавить вторую иконочку. Мы можем просто крутить ползунок. Иконки разбиты по категориям. То есть мы можем увидеть вот такие вот названия. И тут есть такой раздел социал. И там вы можете сразу подобрать те иконки которые вам требуются. Это где-то было внизу насколько я помню. Например вот здесь вот есть PayPal, Skype, Pinterest, Disqus, SoundCloud, Одноклассники. Видите кнопочка есть если нужно. Но смотрите что нужно сделать. Вы добавляете сначала одну кнопку. Полностью ее настраиваете как вам нужно. Так как социальные кнопки когда размещаются на сайте они имеют один дизайн. Только сами по себе они разные. Потому что социальные сети разные. Поэтому мы сначала сейчас настроим ВКонтакте. Зайдем в ее настройки. Опции. Черный нам не подходит. Мы берем серенький такой цвет. При наведении на иконку мышки. Фон сайд. Размер я вот не знаю. Может быть я пока такое оставлю. Может быть уменьшу. Сниппинг. Это мы не трогаем. Вращение. Ну соответственно линк. Вешаете да. Социальную ссылку. Я повешу на свой профиль. Открыть в новом окне. Вот в Neve Window в новом окне. И вот смотрите. Я хочу сделать как бы заливку кнопки. Я выбираю Background. Ползунок прозрачности. Поднимаю вот так. Смотрите сразу что у нас получается. Такой квадрат. Да. За кнопочкой. Вот. Я хочу например сделать какой-то цвет. Может быть цвет возьму бутылки зеленый. Не знаю еще. Пока нажимаю Save. Вы помните. Мы с вами сделали вот такие картиночки. Я хочу получить вот такой цвет. Именно с картинки. Захожу в иконочку. Опции. И вот BD Color. Меня другой. И там есть некая прозрачность еще. Да у нас. Бордер Color. То есть цвет рамки мне наверное не нужен. И вот оно. Смотрите. Я хочу чтобы была не квадратная, а круглая. Вот эта подложка за социальной иконкой. Бордер Радиус. Я начинаю двигать. И посмотрите. Сейчас у нас вот здесь появляется круг. Достигли круга. И перестаем двигать ползунок. Получается иконка в кругу. Паддинг. Ну соответственно. Это у нас видите. Внутренний отступ. Надо сделать так, чтобы иконочка смотрелась нормально в этом кругу. Если не получается ползунком, подогнать более четко двигаемыми вот этими стрелочками. Чтобы не были слишком громоздкие и слишком маленькие. То есть вот мы настраиваем сейчас одну кнопку. Дальше Margin. Внутренний отступ. В принципе посмотрим позже. Ну и все. Нажимаем save. На сайте смотрим. Иконочка в принципе смотрится нормально. Но она слишком близко прилегает к верху браузера. И наверное она все-таки слишком здесь большая. Поэтому мы быстренько сейчас изменим размер. Вот так. И соответственно убавим внутренний отступ. Но не сильно. Вот таким образом. Дальше мы заходим в настройки Margin. И сверху отступаем немножко. Наверное 10 пикселей хватит. И сейф. И на сайте уже смотрится достаточно симпатично. Да. И вот теперь мы с вами можем дублировать иконочки. Значит мы нажимаем на соответствующую иконочку. У нас иконка помещается внизу. Сейчас мы это все выстроим в ряд. Сначала мы зайдем в наш дубликат иконки. И изменим иконочку на другую. То есть прокручиваем практически в самый низ. Здесь мы видели где-то одноклассников. Вот она кнопочка одноклассники. Можно по названию в поиске иконок ее найти. Выбираем. Так как здесь все уже настроено. Нам остается лишь повесить ссылку на одноклассники. Делаем это. И сейф. Видим что у нас иконка одноклассников добавляется. Но давайте я добавлю еще одну. Если вам нужно больше вы уже справитесь без меня. Я добавляю еще например твиттер. Захожу в редактирование третьего дубликата иконки. Вбираю иконки. И например я хочу повесить твиттер. Выбираю твиттер. Вешаю ссылку и сейф. Чтобы иконочки выстроить в один ряд. Мы заходим в настройки общего контейнера. Вот сюда. Заходим в background. И вот эта опция display line. Выстроить в одну линию. Ставим здесь птичку. И вы видите они выстроились в одну линию. И нажимаем ниже отсортировать справа. Вот видите кнопки переместились справа. И сейф. Смотрим на сайте. Обновляем страницу. И вот они социальные кнопочки у нас помещены в правый верхний угол. Ну вот мы с вами и оформили почти полностью главную страницу. Я бы даже скажу что наверное мы ее оформили. Если я что-то забыл я дополню это в следующих уроках. Что осталось смотрите у нас. Конечно если вы сами еще не догадались. Вот иконка браузера. Специально сейчас я вам показываю. Видите стоит левая. Нужно поставить свою. Как это делается? В режиме редактирования. Также заходим в общие настройки. Хедер. И вот она favicon. Она так называется. Заходим сюда и загрузить иконочку. Я выбираю иконку с компьютера. Должна быть маленькая иконочка 16 на 16 пикселей. Есть в интернете много сервисов. Которые это делают. И по-моему здесь обязательно нужен формат ICO. То есть вот есть например маленькая картинка в формате PNG. Но насколько я помню она не будет работать. То есть вы должны эту иконочку подготовить. Найти в интернете бесплатный сервис. Давайте попробуем PNG. Загрузить. Но скорее всего не пустят ее. Выбираю здесь. Apple. И вот нам здесь пишут. Что формат должен быть ICO. Идем в Google. Я все-таки вам подскажу. Пишем favicon. Прямо по-русски. Заходим. Видите. Вот сервис favicon. В первый попавшийся заходим. То есть нам нужно по идее получить вот этот формат ICO. Здесь ничего сложного нет. Вот здесь есть кнопка выбрать файл. Выбираем файл с компьютера. То есть у меня уже есть картиночка 50 на 50 пикселей. Я выбираю. Файл выбран. В режиме редактирования здесь можно как-то двигать ее, уменьшать. Я нажимаю далее. В принципе, например, меня устраивает. Иконочку мы вот видим ниже. Здесь вот видно, как будет выглядеть на сайте. И вот здесь кнопка скачать favicon. Нажимаем скачать. И скачиваем на компьютер. Сохранить. Далее. Опять идем select. И с компьютера находим нашу иконочку. Находим ее здесь. Ставим галочку. Apple. И теперь иконочку должна добавиться. Нажимаем save. Если вы делаете это уже на хостинге, иконка сразу не появится. Не волнуйтесь. Нужно просто почистить полностью кэш браузера или зайти с другого браузера. Немножко подождайте, иконка обязательно появится. На этом я заканчиваю этот урок. Если вам понравился этот урок, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Если нет, ставьте палец вниз. И, пожалуйста, подписывайтесь обязательно на мой канал, если вы еще этого не сделали. Чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Завтра ждите обязательно новый урок. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второе, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова